Представьте себе мир почти полвека назад. Зарождение жанра киберпанк, первые 8-битные консоли и торжество тяжелого рока и металла. В этой атмосфере зародилась необычная вселенная, которая так и называется – тяжелый металл. Увы, в ней всего лишь одна игра, но она стоит того, чтобы о ней поговорить. Всем привет, с вами Паша Печенкин, и сегодня на повестке дня Heavy Metal Fakt 2. И немного предыстории. В далеком 1977 году Леонарду Могеву пришла в голову идея выпускать в США комиксы для взрослых в тематике фэнтези и хэви-металла. Эта идея живет и процветает до сих пор, сейчас комиксы распространяются с помощью платной подписки на официальном сайте издательства. И, как вы понимаете, такой успешный комикс, проживший почти полвека кто-то, должен был рано или поздно экранизировать. Произошло это давненько и в анимационном формате. Мультфильм Heavy Metal вышел 40 лет назад, в 1981 году. Это был сборник экранизации различных историй, связанных смесью тем – секс, металл и… некий зеленый шар, символизирующий зло. Ничего не напоминает? Мы еще вернемся к этой теме, а пока о мультфильме 1981 года. По информации Кинопоиска, мульт стал полным провалом, но это не так. На самом деле он принес создателям свыше 20 миллионов долларов, а не 500 тысяч, как указано на Кинопоиске. Видимо, они взяли эту информацию о повторном показе в 1996 году. Вот он-то принес именно столько. Назвать мультфильм с шедевром сложно, но любителям фэнтези и тяжелой музыки как минимум стоит приобщиться. Здесь звучат культовые группы, атмосфера прямо как с обложек металл-баллад. И хоть это и сборник рассказов, есть определенная главная линия, о девочке которой суждено уничтожить зеленое сферическое зло. Сложно сказать, подразумевала ли концовка продолжения, но оно все же случилось. Правда, спустя 19 лет. Тот самый повторный показ первого мульта в кино назначили не просто так. Готовился сиквел Heavy Metal 2000. Концепцию поменяли, серия историй на единый сюжет. Но секс и тяжелая музыка никуда не делись. Хотя эротики все же стало в разы меньше. Ну и зеленый шар сменился на некий зеленый ключ. Это какой-то каменный артефакт, раздобытый обычным шахтером по имени Таллер. Камень дал Таллеру невероятную силу и знание о водах бессмертия. Он находит планету Эдем, жители которой хранят часть этой воды в своем теле. Все жители Эдема уничтожены, кроме одной девушки, которую собственно забрал к себе Таллер. Но на самом деле злодей забыл собственное главное правило. Если хочешь кого-то убить, удостоверься, что он мертв. Джулия, сестра девушки, которую забрал Таллер, выжила и идет мстить. Собственно об этом и сюжет мультфильма. Снова звучит множество тяжелых композиций в саундтреке, включая знакомых многим System of a Down, Pantera, Queens of the Stone Age, Machine Head и знаменитого британского рокера Билли Айдола, который кстати озвучил одного из героев. Окупилось ли создание мульта, мне найти не удалось, но продолжение точно планировалось. В 2008 году сообщили о третьем мульте снова с концепцией разных историй. Только на этот раз с участием культовых режиссеров. Свои истории должны были снять Джеймс Кэмерон, Зак Снайдер, Гильермо Дель Торо и многие другие режиссеры, включая Дэвида Финчера. Но ничего так и не вышло, поэтому идею забрал себе Финчер. Он решил сделать некое переосмысление идеи первого Heavy Metal в виде анимационного сериала «Любовь, смерть и роботы». И сейчас вы такие, Паши, это всё конечно очень интересно, но ты вроде что-то говорил об игре. И да, в том самом мультфильме Heavy Metal 2000 был небольшой, буквально секундный тизер проекта Heavy Metal Fakt 2. И он на сегодняшний момент последний кусочек в истории Джулии с планеты Эдена. Игра вышла в 2000 году и, скажу сразу, я её тогда не застал. Не в силу возраста, а в силу доступности. Вот не было в моём родном городе металлургов на прилавках этой игры. Так что ознакомился с ней только сейчас и, в принципе, ни разу не пожалел. Сюжет игры не сильно связан с Heavy Metal 2000, хоть и продолжает его спустя 30 лет. Джулия где-то раздобыла остатки человечества и живёт с ними опять на планете Эдем. Если честно, я так и не понял, тот ли это самый Эдем, который был уничтожен, или какая-то новая планета, но склоняюсь ко второму варианту. Так вот, на этом новом Эдеме протекает магическая вода, дарующая вечную жизнь. Видимо, поэтому Джулия как будто не постарела за эти 30 лет и, в принципе, на себя времён мультфильма она не слишком похожа. Что довольно удивительно, потому что внешность как Джулии в игре, так и в мультфильме подарила ныне покойная модель и актриса жанра 18+, Джули Стрейна. В игре, в отличие от мульта, обнажёнки нет, но костюмы Джулии и без этого довольно горячи. Да, я не понимаю как, но она тут реально периодически мудряется переодеваться. Есть пара персонажей из мультфильма. Это Кэри, сестра Джулии, и Жермен, сент Жермен. Муж Кэри, бывший ранее пилотом у того самого Тайлера. Завязка сюжета схожа с мультом. Снова идеальная жизнь на Эдеме нарушается нападением инопланетных кораблей. На этот раз это некий гид ищет магическое сердце, спрятанное где-то на планете. И вот нам предстоит покинуть родное поселение и поближе познакомиться с ворой и фауной планеты, а также с враждебными захватчиками и собственно остановить их. Попутно даже найдя отсылки к самому первому мультфильму. Игра – классический экшен от третьего лица времён такого раннего 3D. Что-то в духе энклейв или рун, но тут есть свои нюансы. Прежде всего выделяются три боевые механики. Это стандартный ближний бой с возможностью размахивать огромным двуручным оружием или одноручным мечом и щитом. Стрельба пистолетами и различными УЗИ с автонаведением. То есть вместо ручного прицела просто выделяется враг и в него летят все пули по нажатию кнопки. И ещё есть прицельная стрельба, но уже из более тяжёлого оружия. Там дробовик, некий аналог ракетницы. И, наверное, сюда же можно отнести стрельбу из прощи. Вот только конкретно перекрестия прицела у прощи нету и стрелять надо на глаз. Да и кроме начала игры я этой прощой практически не пользовался. Главная фишка боевой системы – всё одноручное оружие можно комбинировать. Меч можно носить хоть с щитом, хоть с пистолетом, хоть взрывным зарядом в левой руке. Правда, смысла брать тот же пистолет в пару с мячом, ну, как-то не слишком много. Ты идёшь в ближний бой и со щитом у тебя тут всё безопасно и комфортно. Подходить с пистолетом в другой руке и стрелять в упор, ну, как-то... Ну, с другой стороны, если вы этого хотите, то игра вас не удерживает. Оружия очень много и заодно прохождение можно попросту не использовать весь представленный арсенал. Всё дело в том, что игру в принципе полностью можно пройти с мячом и щитом, не считая там парочки скриптовых моментов. Игровой процесс почти не заставляет вас там переключаться на стрельбу или брать вручный топор, потому что вот враг не пробивается иначе. В этом плане, несмотря на линейный сюжет, есть вот такая некая геймплейная свобода. Другая важная часть геймплея — это платформинг. Местами он заставил мою пятую точку пылать, но в целом для эпохи раннего 3D он очень качественно сделан. Но иногда всё же было непонятно, куда героиня может зацепиться, куда нет. Плюс был такой моментик, когда единственный раз в игре Джулии надо было прислониться назад к какой-то там отвесной стене. И я тупил минут 20-30, я просто забыл об этой механике. Но это вот лично моя проблема, а есть ещё небольшая игровая. В стандартной раскладке клавиатуры у меня не работал прыжок с разбега. В том же обучении есть момент, когда просто надо разбежаться и перепрыгнуть на другую сторону. И я вот нажимаю shift, разбегаюсь, нажимаю пробел и Джулия в этот момент тормозится. Тоже, наверное, минут 15-20 я пытался понять, что я делаю не так. Может быть как-то надо shift и пробел одновременно. Может надо прям идеальную какую-то паузу выдержать, но нихрена не получалось. Я уже почти свыкся с мыслью, что ну всё, ну не поиграть. А потом мне в голову пришла гениальная идея переставить прыжок с пробела на alt и всё заработало. Я бы предположил, что проблема в моей клавиатуре, но сомневаюсь, потому что нигде больше с такой проблемой я не сталкивался. В остальном геймплею претензий у меня нет. Играется всё приятно, проходится за один затяжной или пару лёгких таких вечеров. В очередной раз мне жаль, что я не мог найти эту игру на прилавке в своё время и упустил. Что довольно странно, ибо судя по инфе на википедии, её локализировали вот прямо в год выхода, но я в упор не помню её на прилавках. Кстати, буквально пару минут о локализации. Это просто трэш-угар и садомия. Эзоп, ты наполняешь их головы сказками и заставляешь видеть прошлое в розовом свете. Я рассказываю истории такими, какими их помню. Это было всё так давно, что иногда кажется сном. Тайлер! Он до сих пор мне иногда снится в кошмарах. Его тень больше не вернётся. Точно. Да, раз уж мы заговорили об этом. Где Отто? Тайл! 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 Ты не указываешь! Тайл! Я, если честно, не из тех, кто радуется любой локализации, вот лишь бы на английском не играть. В детстве я превозмогал все игры на Sega Mega Drive 2 на английском, в том числе ролевые, даже какие-то стратегии типа Dune 2 и таким образом я чуть подучивал язык. Да, я сейчас понимаю, что на русском меньше напрягается мозг и проще погружаться и в принципе это всё понятно и я даже с этим не спорю, хорошая вокализация это, простите за очевидность, хорошо. Но блин, в случае с Heavy Metal это трэш уровня карателя. Возле моего дома наркобритон, надо бы там всё почистить, а заодно и пострелять. Но тут всё же надо сделать ремарку, что Heavy Metal это не прям вот супер серьёзное какое-то философское произведение, где надо прям за сюжетом следить, поэтому пережить эту озвучку можно, да и можно вообще её воспринять как часть вот этой вселенной, наверное. Но если сравнить с подходом к оригинальной английской версии, то ну это прям плохо. Не забудь вымыть руки, когда закончишь с этим. Ха-ха-ха-ха, да, кончено. Там героиню озвучила вот та самая Джули Стрэйн, которая подарила персонажу внешности и голос ещё в мультфильме, да и такой клоуна до других актёров озвучки не было. Это местами было забавно и если честно я даже улыбнулся, но блин, это просто неуместно. Самая главная для меня проблема игры, которая вот прям в сердечке осталась, это финал. Не знаю, может быть для кого-то это будет спойлер, поэтому вот буквально, да, на 10 секунд предупреждение, сейчас я произнесу, что будет в конце. Ничего. Игра заканчивается ничем, клиффхенгером можно это назвать, заделан сиквел. Видимо разработчики уверенно тот самый сиквел планировали, но продажи были ужасные. В США за год после релиза продали 44 копии игры. Это очень смешные цифры и видимо из-за них собственно и не получилось сделать продолжение. И мне даже интересно почему так, то ли аудитория вот этой вселенной хэви метал не особо увлекалась играми и считала их содротством каким-то, то ли я чего-то не понимаю вот в этой игре и она реально плохая, а я вот нацепил какие-то розовые очки. Дизайнер оригинальной игры как-то писал, что пытался начать разработку ремастера, но там какие-то прям большие проблемы с авторским правом, так что у него не получилось и вряд ли когда-то получится. Но я надеюсь все же когда-нибудь увидеть игру во вселенной тяжелого металла. Сомневаюсь, что многим, но мне и думаю еще некоторым игрокам не хватает подобных игр, как та же Brutal Legend. Почему-то когда они выходят им не везет так же, как тем же играм по вселенной Вархаммер, хотя их в разы больше. Поэтому если вы неравнодушны к тяжелой музыке и любите такие вот необычные фэнтезийные миры, то обязательно попробуйте хэви метал факт 2, если еще нет. На сайте Nexus Mod есть даже фанатский патч на приличное разрешение в игре, я его на всякий случай оставлю ссылкой в описании. У меня же на этом все. Если видео было вам полезным или хоть чуточку интересным, то ваши лайки как бальзам на душу. А еще там кнопочка подписки есть, если вы ее еще не нажали, то самое время. Большое спасибо за внимание и до скорой встречи.